Санкт-Петербурге началось прощание с выдающимся поэтом-песенником Ильей Резником, который ушел из жизни 29 февраля в возрасте 85 лет. Траурная церемония стартовала всего лишь пять минут назад и уже собралось множество поклонников и ценителей его таланта. Илья Резник, советский и российский поэт-песенник, стал легендой своего времени, заслужив звание народного артиста России за свой выдающийся вклад в мировую культуру. Его творчество стало неотъемлемой частью культурного наследия страны, завоевав любовь и уважение миллионов слушателей. Илья Резник создал песни, которые переживают поколения и оставляют непередаваемое впечатление. Его лиричные стихи, волнующие мелодии и глубокий смысл слов завоевали сердца не только российских граждан, но и многочисленных поклонников по всему миру. Рассказывая о жизни Ильи Резника, следует отметить, что будущий мэтр российской эстрады появился на свет весной 1938 года в Ленинграде. Его семья, принадлежащая к еврейской национальности, столкнулась с тяжелыми испытаниями с самого начала. Маленьким ребенком он пережил ленинградскую блокаду во время Великой Отечественной войны. Его отец, Леопольд Резник, был тяжело ранен на фронте и скончался от полученных ран. После смерти отца мать Ильи вышла замуж во второй раз и переехала в Ригу, оставив сына в Ленинграде. Этот переломный момент в жизни семьи оставил глубокий след в судьбе Ильи, который долгое время переживал это как предательство, простив мать лишь в зрелом возрасте. В Ленинграде Илья остался жить с бабушкой и дедушкой, которые воспитывали его и приняли его как своего собственного ребенка. Дедушка, сапожник из Дании и бабушка играли огромную роль в жизни Ильи, давая ему не только любовь и заботу, но и укрепляя его характер и самооценку. С самого детства Илья мечтал о театре и кино, но не сразу смог реализовать свои амбиции. После неудачи на вступительных экзаменах в театральный институт, он приступил к различным работам, включая лаборанта и электрика. Однако его страсть к творчеству не угасала, и в 1958 году он наконец был принят в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино. Сначала своей творческой карьеры Илья Резник с успехом играл в театре, но его настоящее призвание открылось ему в мире музыки и поэзии. В 1969 году его композиция «Золушка» в исполнении Людмила Сенчиной принесла ему популярность и стала отправной точкой его эстрадной карьеры. С того времени он стал известным как один из величайших поэтов-песенников России, чьи песни тронули сердца миллионов слушателей по всей стране. После своего театрального опыта Илья Резник принял решение полностью посвятить себя песенной поэзии. Это решение сразу пришло к успеху, и в 1972 году его приняли в Ленинградский союз литераторов. Однако настоящий прорыв в его карьере случился с песней «Яблонь в цвету», которая стала победительницей чехословацкого вокального конкурса «Братиславская лира» и принесла Резнику мировое признание. После успеха «Яблонь в цвету» Илья Резник стал лауреатом многих престижных музыкальных конкурсов и продолжал тесное сотрудничество с известными композиторами и исполнителями. Его песни исполнялись такими артистами, как Михаил Боярский, Ирина Понаровская, Владимир Пресняков, младший, Тамара Гверцители, Николай Караченцев, Валерий Леонтьев, Лайма Вайкули и многие другие. Несмотря на огромный успех в музыкальной индустрии, Илья Резник не забывал и о других формах творчества. Он издал не только сборники детских стихотворений, но и биографические работы, книги стихов и даже поэмы. Его творчество охватывало разные темы, от детских сказок до патриотических произведений. В 2018 году Илья Резник отметил свой 80-летний юбилей, который был отмечен большим творческим концертом и поздравлениями от президента России и других выдающихся деятелей культуры. В этом же году вышел документальный фильм о его жизни и творчестве. Среди последних творческих инициатив Ильи Резника была «Песня ты прости», написанная совместно с Раймондом Паулсом во время пандемии COVID-19 в знак уважения и признания медикам, борющимся с вирусом. Это было еще одно проявление его глубокого сочувствия и социальной ответственности через его творчество. Кроме музыкального и литературного творчества, Илья Резник нашел новые способы выражения своей веры и социальной ответственности. Святейший Патриарх Кирилл благословил его на написание поэтических молитв, что привело к созданию сборника, содержащего сто молитв и псалмов в стихах. Этот проект стал особенной гордостью Резник, а еще одним способом для него поделиться своей верой и духовностью со своими читателями. Последние годы жизни Ильи Резника были наполнены творчеством, благотворительностью и социальной активностью. Он продолжал радовать поклонников своими стихами и песнями, а также активно участвовал в различных благотворительных и культурных мероприятиях. Несмотря на то, что Илья Резник ушел из жизни, его наследие останется жить в сердцах поклонников и будет продолжать вдохновлять их на протяжении многих поколений. Его творчество станет неотъемлемой частью российской культуры и будет оставаться важным источником вдохновения и утешения для всех, кто ценит прекрасное и подлинное в искусстве. Встреча двух музыкальных гениев, Ильи Резник, Айалы Пугачевой, стала началом одного из самых ярких и успешных творческих союзов в истории советской и российской музыки. Песня «Посидим, покаем», подаренная Резником Пугачевой, стала отправной точкой их сотрудничества. С этой композицией Пугачева завоевала широкую популярность и получила возможность представить Советский Союз на международном уровне. Творческий тандем продолжал радовать поклонников множеством хитов, таких как «Маэстро», «Балет», «Годы мои», «Без меня», «Фотограф», «Старинные часы», «Три счастливых дня» и многие другие. Особое место в репертуаре Пугачевой занимала мощная песня «Скупимся на любовь», написанная именно Ильей Резником. Однако в 1996 году дружба между ними испытала серьезный кризис из-за денег. Резник считал, что Пугачева должна была отчислить ему часть выручки с продажи их последней коллекции хитов, но певица отказалась. Этот конфликт привел к грандиозной ссоре, которая долгие годы разделяла их. Однако в 2016 году, благодаря посредничеству и стечению различных обстоятельств, Алла Пугачева и Илья Резник смогли помириться на вечере Раймонда Паулса. Этот жест примирения стал знаком нового этапа в их отношениях, и с тех пор они вновь стали общаться и даже оказывать друг другу поддержку. Алла Борисовна помогла Илье Рахмеелевичу финансово, позволив ему отправиться с супругой в Дубай и в санаторий, что стало еще одним свидетельством их вновь восстановленной дружбы. Илья Рахмеелевич продолжал раскрывать свой талант и на театральной и кинематографической сцене. Его актерское образование оказалось не только полезным, но и важным дополнением к его музыкальному и литературному творчеству. В различных фильмах и мюзиклах он проявил себя как талантливый актер, показав свою универсальность и многогранность. Первым актерским опытом Ильи Резника стала роль в известной комедии «Приключения принца Флоризеля», где он сыграл преступника в инвалидной коляске. Впоследствии его актерский талант проявился в различных проектах, включая мюзикл «Пришла и говорю», мелодраму «Московские красавицы», новогодний фильм «Только раз», комедию «Бриллианты для Джульетты» и художественный ремейк «Карнавальная ночь 2» или «50 лет спустя». Одним из значимых событий в актерской карьере Ильи Резника стало получение роли первого секретаря ЦК Компартии Азербайджана Гейдара Алиева в биографическом фильме «Магомаев». Эта роль стала для Резника неожиданным испытанием, но и гордостью, так как он лично знал этого выдающегося политика. В 2020 году Илья Резник был награжден актерской премией «Фигаро» за высшие достижения в области драматического искусства. Это стало признанием его многогранных талантов и вклада в развитие культуры и искусства. Переезд в Крым в 2021 году был связан не только с желанием избежать шума и суеты больших городов, но и с необходимостью личного участия в развитии театра «Маленькая страна». Илья Рахмелевич вложил много энергии и страсти в работу с детьми, помогая им развивать свой творческий потенциал и мастерство. Однако в последние годы Резник столкнулся с финансовыми трудностями, связанными с просроченными платежами по аренде и резким падением авторских отчислений. Эти проблемы создали серьезные препятствия в работе детских театров, заставив его остановить их работу временно. Друзья, вы можете поставить палец вверх под видео в знак памяти народного артиста. Здоровья вам и вашим близким!